Чистый воздух – это не только природный и свежий воздух, насыщенный кислородом, в котором так нуждается чита. Это еще и региональный проект, комплексный план по воплощению которого правительство утвердило еще в 2018 году. Реализация началась в этом, а сроки передвинулись с 2024 уже на 2030 год. Однако о мероприятии, включенные в план, у экспертов УНФ и общественников вызывают вопросы. Есть твердая убежденность, что за счет выделенных федеральных средств решаются другие проблемы, которые на качество воздуха никак не влияют. Безусловно, строительство трейлебусных линий – это транспортная проблема. Лишь косвенно она относится к проблеме чистого воздуха. Вот отсюда и вывод, что мы, тратя подавляющие деньги, большинство денег на решение транспортной проблемы, практически не решаем проблему чистого воздуха. В целом на 2021 год региону выделено 1 миллиард 266 миллионов рублей. Из них 754 миллиона уйдут на закупку троллейбусов и почти 266, собственно, на строительство троллейбусной линии ДКСК. Это на 2022 год и на первый этап. Как отметили эксперты УНФ, за цифрами надо видеть явление, насколько это улучшит экологическую ситуацию. Прогнозируют, что выброс вредных веществ снизится на 4 с лишним процента, при том, что по данным ГИБДД, выброс от автомобиля – это чуть больше 1%. Между тем, основным источником загрязнения атмосферы называют печи частного сектора. И вот что делать с ними в комплексном плане не прописано. Ну вот что, предложим людям частного сектора не отапливаться? Нет, не предложим. Не предложим. Не предложим. Не предложим. Согласен. Что-нибудь предложим вместо угла использования дрова? Мы им предложим жилье в другом районе, более благоустроенное. А где, значит, не будет загрязнения. Мы изменим генеральный план города Читы, который позволит. Но есть часть населения, живущего в частном секторе, которые не имеют намерения переселяться. Расселить частный сектор проблематично и физически, и финансово. Но при этом муниципалитет выдает разрешение на строительство домов с печным отоплением в черте города, тем самым увеличивая количество источников загрязнения. Предельно допустимая концентрация в Чите уже превышена в 20 раз. Наибольшее число жалоб поступает из центрального района. Но опять же, согласно комплексному плану, установка автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха будет производиться на КСК. Такое решение тоже считают непродуманным. Третьим мероприятием стало закрытие шести котельных. Три в этом году на Шилово-Верхоленское-Себво и три в следующем. Но с учетом того, что только федеральных котельных у нас в районе 390, закрытие шести не решит совсем ничего. Понимаете, шесть – это, конечно, меньше, чем триста, но лучше, чем ноль. Если денег будет финансировано больше и мероприятий больше. Немало жалоб отчетинцев поступает и на частные котельные, например, на СТО, и, конечно, на военные. Черный густой дым – показатель того, что в печь идет то, что в качестве безопасного топлива, вряд ли должно применяться. И здесь даже надзорные органы по большому счету бессильны. Выписать представление об устранении нарушений, выписать штрафы, что совсем маловероятно, временно приостановить деятельность – это те немногие полномочия, что есть. Вся надежда на газификацию, которая, по прогнозам, снизит выбросы на 12,5%. О большой трубе уже никто не мечтает, все чаще говорят о маленьких – это так называемая автономная газификация. Но это мероприятие финансовым источником не подкреплено. Понятно, что каждый скворечник там не будет проводиться, труба для газификации. Хотя, насколько я вот понимаю, что если будет газификация, уже потом, когда она придет, никто не откажет даже такому скворечнику. Впечатление от плана мероприятий складывается неясное. Мероприятия хорошие, но решают не проблему загрязненного воздуха. Или решают, но незначительно. Как заверяет правительство, дальнейшее развитие работы в этом направлении должен показать расчет топливно-энергетического баланса, который, к слову, для региона будет производить МГУ. Там и объем потребления газа, и финансово выгодные заменители тепловой энергии, расчеты, сметы, планы и диаграммы. А воздух в Чите все еще очень грязный. Дарья Калинина, Тамара Ванфуле, Николай Шунков. ЗАП-ТВ Дарья Калинина, Тамара Ванфуле, Николай 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 Ванфу